Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Сергей Трейсер Давненько не было видосиков на моем канале В общем, решил я пока что с землянкой повременить И попытался снять для вас другой видосик Ну, что-то, короче, мы объездили три города У нас в трех городах лажа была Потому что, ну, не хотелось на какие попало объекты лезть Выбирали жесткие объекты И, соответственно, жестко обделывались каждый раз Поэтому, как-то вот, самому даже неприятно, что, знаете, так долго не было видосиков И сегодня, ребята, я вам хочу рассказать о своем новом проекте Вернее, конкретно этот проект, что в этой серии уже начинается Он возник достаточно спонтанно Но вообще у меня есть реально в планах очень-очень крутой, грандиозный проект Я уверен, он вам всем очень сильно понравится Но сейчас чуть-чуть еще нужно подождать И будет хорошая погода, и можно будет его реализовывать Но пока что, короче, будем ждать погоду Будем строить, ребята, домик на дереве В общем, этот раз я решил очень далеко не забираться Потому что есть свои неудобства Там бывает размытая дорога, туда нельзя доехать Там можно машину ушатать и так далее Доставка стройматериалов Этот раз я решил сделать все куда ближе к цивилизации Чтобы в любой ситуации можно было куда-то подъехать Купить каких-то стройматериалов быстро Вернуться и как бы все доделать Потому что, конечно, я как-то визуализировал Не на бумаге, конечно, в голове Как будет выглядеть мой домик на дереве Есть такое вот не совсем безлюдное место Но оно достаточно тихое И, в принципе, можно сказать, будет относительно охраняемое В общем, я, ребята, подошел к вот этим деревьям Я тут уже минут 10, честно говоря, хожу Ищу Ой, надо проход сразу себе чистить заранее Так, я думаю, что, наверное Вот сейчас тут сколько Здесь около метра, наверное, вот так Между этими деревьями Но, видите, чем дальше, тем больше они расширяются Я думаю, я сейчас сюда накручу такие ступени Чтоб я мог по них забираться вверх Накручу ступени, заберусь вверх Примерно метра 4, я думаю, над землей будет мой домик И замерю, какой длины мне нужны балки Потом после этого я поеду в город Возьму нужное количество балок Не с запасом, а четенько все померяю, перемеряю И, надеюсь, сегодня мы сможем вот так между деревьями сделать такой каркас И в этой же серии я сделаю, скорее всего, пол Но пол я сегодня не успею сделать Нужно будет сделать каркас А потом уже померять, сколько нужно будет пола Друзья, мы сейчас проживаем такой период офигенских возможностей Что вам просто не передать Всего месяц назад биткоин стоил практически на 30 тысяч долларов дешевле, нежели сегодня То есть, если бы вы купили месяц назад биткоин и продали бы его сейчас Вот, по 73 рубля вроде То вы бы заработали 2 миллиона рублей Ну или 840 тысяч гривен Именно так работает инвестиционная финансовая компания Avalon Их прогнозисты и аналитики вкладывают деньги в перспективные технологии и крипту А потом продают их Прибылью Avalon делится со своими инвесторами, которых уже более 470 тысяч И каждый из них зарабатывает 1,3% ежедневно Надежность и простота – главные преимущества этой компании Регистрируйся по ссылке в описании И за 2 минуты ты станешь успешным инвестором Инвестиции открыты и для каждого Ведь минимальное вложение всего лишь 100 рублей Друзья, на протяжении полгода я уже миллион раз рассказывал про компанию Avalon Многие почему-то игнорируют эту информацию Перейдите по ссылке, 2 минуты займет регистрация Это реально не сложно 100 рублей минимальный депозит Это, блин, я не знаю, как кружка кофе стоит Вложите на день, на неделю, на месяц Проверьте, как все работает Потом поймете, как все это работает И уже примите решение Хотите ли вы получать регулярный пассивный доход или нет В детстве, наверное, многие строили себе такие домики У нас это в Житомирской области называлось Халабуда И вот лучшая моя Халабуда в детстве Это у бабушки, короче, колодцы такие От колодца круги, знаете, такие Короче, у меня во дворе 2 таких колодца стояли И был какой-то ненужный кирпич со старого дома И, в общем, дедушка вот так заложил одну стенку кирпичами С другой стороны был забор Ну и там была такая щель маленькая И я туда пролазил В общем, это самая лучшая моя Халабуда, что была Я мечтал, конечно, крутую построить Но тогда, короче, я там глаз положил на доски Которые лежали у моей бабушки Она мне сказала, я тебе положу глаз Короче, так у меня хорошей Халабуды не было Ну и плюс, в детстве, знаете, вот Может кто-то смотрел Симпсонов Помнит, какая у Барта Симпсона была Халабуда на дереве В общем, я надеюсь, сейчас точно такую уже забабахаем Может даже самую малость лучше Но лестницу я решил не подвесную никакую делать Ни ступеньки такие, чтобы, знаете, там многоуровневая лестница была А просто вот такие вот палки прикрутим Если не ошибаюсь, у Барта Симпсона именно так и было В общем, что, ребята, идем в машину Берем ступени Ступени я уже взял Самую малость с запасом, чтобы наверняка хватило Супер высоко, не вижу смысла строить домик Но метра 4 над землей точно надо Открываем багажник и смотрим Ого, сколько у меня таких ступеней Ну такие достаточно массивные будут ступени Но зато, я вам скажу, ребята, будет удобно по ним лезть вверх Так, берем перчаточки мои МТАКовские Всю зиму, ребята, меня эти перчаточки спасали И вот смотрите, недавно катался на мотоцикле и опалил их Такие топовые перчатки Так жалко, ну ничего Один сезон, они меня уже отработали Надеюсь, в следующем году мне МТАК новые подарят Кстати, ребята, давно уже не упоминал ребят, с которыми я уже, наверное, больше года сотрудничаю Это компания МТАК, которая одевает меня с ног до головы Сегодня я, конечно, не в МТАКовской куртке Но, как бы, у меня очень много-много их снаряжений Есть очень крутое снаряжение Одежда, ссылочки на все мои позиции Которые товары мне подарила компания МТАК И магазин Мелитарист.ua будет в описании И понесли Так, друзья, ступени я выгрузил, видите, вон лежат В общем, вчера готовился к съемкам ролика Накупил кучу разных там саморезов, креплений Короче, всякого такого Забыл это все дело дома И пришлось съездить домой Хорошо, что вот, знаете, рядом с цивилизацией Это потому что, когда строилась землянка Часто что-то забывалось И там, куда проблематичнее было возвращаться Приходилось либо потом на второй день уже идти туда Либо же как-то просто не доделывать работу А здесь, в принципе, рядом с цивилизацией очень хорошо Сразу же захватил вот такие вот бруски И с помощью этих брусков сегодня будем делать каркас для нашего пола В общем, сейчас это все дело выгружаю И, наконец-то, приступаем к прикручиванию ступеней Ну что, ребята, процесс сдвинулся с мертвой точки Я немножко переоборудовал, так сказать, крепление ступеней В общем, оказались те саморезы немножко короткие Потом слишком длинные Потом я решил, короче, взять гвозди и молоток Молоток, кстати, только что, пока я снимал, упал Сейчас придется за ним спускаться вниз Хорошо, ребята, что дерево выбрал малость под уклоном Потому что на прямом было бы сложнее В общем, держусь за предыдущую ступень ногой И забиваем Правда, левой рукой неудобно Друзья, лестница вроде такой, знаете, простой момент Но я считаю, он не менее ответственный, чем сам домик Потому что по лестнице я буду постоянно подниматься Вверх-вниз, вверх-вниз И не хотелось бы с нее упасть В общем, на этом этапе у меня куча сегодня получилась Вот это, конечно, самое ущербное получилось Видите, гвозди, ну, неудобное положение Неудобный молоток, сложно было ровно забивать Вот эти самые ущербные меньше всего забились Там чем ниже, тем лучше получалось Чем выше, тем хуже И вот такой результат ступени меня как бы вовсе не устраивает Потому что я, в принципе, сейчас пока каркас между деревьев растяну На котором будет пол Уже как бы будет беда В общем Было принято решение На шуруповерт надеть вот такую вот насадку И закрутить еще хотя бы по одному такому винтику Длиннее у меня с собой нету Я бы закрутил бы по два Но, короче, по два, видите Тут нужно уже расстояние больше Поэтому хотя бы по одному Плюс еще что-то гвозди будут держать Ну, колхозненько выйдет Некрасиво Я думал, что это все максимально красиво получится Но, как есть Зато Более вероятно, что я не упаду отсюда Ого Расчетаем Ого Где-то 30 миллиметров глубина вот этой потаи Два сантиметра получается Идет остаток, чтобы держать ступень Ну и остальное вкручивается в дерево Часть этого дерева, конечно, кора Частично гвозди держит Ну, я надеюсь, что будет безопасно Теперь, что, спускаемся вниз И каждую вот так повторно еще прикручиваем Ого Здесь, смотрите, гвозди на процентов 30 не зашли Но ступень уже насколько лучше держится Так, ну что, ребята Как-то вот так, видите Первый, блин, вообще ком он тут И гвоздь не пошел И саморезы не докрутились Этот, короче, закрутился Но он плохо держал Короче, она такая самая убогая Но я думаю, с этой высоты шлепнуться будет не страшно А вот эти уже, в принципе, хорошо держатся Особенно если вот наступать по центру Потому что вот эта точка крепления у нас самая мощная Я думаю, ничего страшного не будет Плюс все равно на высоте, когда я буду работать Я буду страховаться обязательно Потому что, ну, как бы ступени надежно не были прикручены Человеческий фактор никто не отменял Может где-то оступиться, еще что-то И так далее, и тому подобное Но сегодня страховаться особо не буду Буду уже страховаться, когда буду крыть пол Короче, что, сейчас нужно еще на этом дереве, получается, точно такую же лестницу сделать Она мне в целом, в принципе, вообще, ребята, не нужна Просто, когда я буду каркас между деревьями вот так делать Для пола То мне нужно как-то будет добраться до этого дерева И вот ничего умнее я не придумал Как, блин, здесь толстая очень кора Не знаю, или будет держаться Но лестницы у меня с собой никакой нету Поэтому придется мастерить такую лестницу Возможно, даже потом разберу, чтобы она как-то вид не портила Потому что смысл лестницы с двух сторон Даже не мог представить, что прибить просто лестницу на дерево будет так тяжело Это, кстати, сторона очень легко далась Там, надеюсь, видно Надеюсь, видно Короче, то дерево более прямо стоит И там каждая ступень давалась с очень-очень большим трудом Давайте сейчас буду прибивать там финальную ступень Короче, что, прибиваю последнюю ступень И ползу обратно на ту сторону, чтобы снять камеру Ну что, ребята Последняя ступень закреплена Сейчас будем цеплять балки, на которых будет висеть наш каркас Я думаю, сейчас пустить одну балку так И вторую так И потом уже дальше поперечины набирать Ну все, ребята, съездил я в город Докупил вот таких вот винтов Сейчас основные балки будем крепить на вот такие вот винты Потому что, ну, это, можно сказать, самые-самые такие нагружаемые части моего домика будут Поэтому я считаю, что они должны, ну, мега надежно быть просто зафиксированы Короче, смотрите Придумал, как я буду лезть по вот этой лестнице сейчас Вместе с вот этими балками Я взял трос с машины Здесь закрутил такую петлю И сейчас вот этот трос Вот этот маленький такой карабинчик Собираю себе вот так на штанину Беру шуруповерт в руку И погнали наверх Сейчас вот, кстати, начал сомневаться, что я правильно Дома торцанул В правильную длину Вот эти балки Ну, посмотрим Я надеюсь, что еще на один день, короче, не будет затягиваться съемки этого ролика Ну что, погнали Лез я, лез, ребята И тут, чувствую, меня что-то дергает Очень сильно за задницу Оказалось, я уже немножко подорвал вот эти балки от земли А мне еще Ну, я не знаю Метра три с половиной До финальной точки Короче, сейчас буду как-то лезть Лезть и снимать И заниматься такими извращениями очень неудобно Поэтому уже когда буду наверху Продолжим Да ну нафиг, ребята Смотрите, что получилось Не, ну я, конечно, красиво застраховался Вон, смотрите, как вешу Смотрите, как получилось А я хотел вот эту балку Я хотел, чтобы она выступала И сбоку ее прикрутить И с той стороны так само И потом с этой еще одну такую пустить И потом одну поперечину Вот так как ступень стоит Не могу уже руками Рук не хватает Показать Ну, короче, это все красиво скрутить И что И уже близится вечер Я, получается, весь день проморочился С этими гребанными ступеньками Ну что, сейчас скидываю вот эту палку Кстати, вы заметили, что Тянул две Осталась одна Так получилось Ну, зато я не упал Я, видите, надежно застрахован Ну что, ребят Спускаюсь Укрепляю еще вот те ступени И буду, наверное, выдвигаться уже сегодня домой Все, ребята Я уже на высоте Как дома Короче, решил не отступать А максимально эффективно задействовать сегодняшний день Смог организовать подвоз вот таких досочек В общем, спасибо тестю за то, что выручил меня У него бус есть Он привез меня, короче И я сегодня еще какой-то кусочек работы сделаю Смотрите С той стороны не закреплено Дует ветер И качается Я не знаю, как вот эти качания будут сказываться на моем домике Но надеюсь, что все будет хорошо Что-то вечереет, ребята О, опять, слышите То есть, это даже листьев еще нету Ну, короче, я не знаю, что Короче, я не знаю, что будет Сейчас вот закручиваю вот такой вот винт Для того, чтобы занять такое положение, ребята Пришлось как мартышка тут скакать Прыгать, лазить Короче, хотя бы две балки сейчас Вот, одну с вот этой стороны, вторую С вот этой стороны хотя бы прикручу А завтра уже приду и буду заканчивать каркас Как бы я не хотел сегодня его сделать Но физически уже не получится Поэтому завтра и надеюсь, когда вот каркас будет выгнан Если он будет надежный Я надеюсь, что он таким именной должен быть То завтра мы сможем застелить пол И, ну, это в принципе у меня завтра У вас-то это совсем скоро будет Так, ну что, друзья У нас немножко, как видите, поменялась погодка Все так люто засыпало снегом Буквально за один день Я вчера приезжал сюда Повисел тут минут 10 Чуть подцепил веревку Теперь вот буду все время на страховке Не буду опасаться, что могу сорваться Упасть и так далее и тому подобное Это и, в принципе, как-то по дереву маневрировать Когда висишь на веревке куда удобнее Ну, конечно же, если ты понимаешь Как это все дело, ребят, работает И насколько это безопасно Ну, в принципе, слава богу Я кое-какой опыт имею в этом Короче, смотрите, что я вчера сделал Оба! Смотрите, какие маневры могу совершать На веревке Закрутил вот эту балку с этой стороны Выставил ее вроде как по уровню Кстати, уровень забыл снизу забрать Но, смотрите, давайте достанем ключик Покажу Когда я крутил вот этот винт Он очень тяжело шел Короче, все, он сломался И теперь в холстую прокручивается Что, собственно, не очень хорошо Ну, ничего страшного У нас есть еще один Мы сейчас еще один закрутим Толщина такая вообще Я не знаю, как я руками мог так Скрутить его, чтобы сорвать Возможно, придется сейчас чуть-чуть Более раздолбать отверстие Под вот этот Не знаю, как эта штука называется О, смотрите, когда балка стоит уже Можно и камеру не держать Можно так оставить Там у меня снизу на веревке Привязан шуруповерт Теперь каждый раз Не нужно спускаться вниз А можно все вот так веревочкой Поднимать Было бы, конечно же, хорошо Если бы еще снизу кто-то стоял И все это привязывал Потому что, ну, как бы Все равно придется, короче, вниз спускаться Ну, ничего страшного Это уже не так страшно Ну что, сейчас берем Засверливаем еще одно отверстие И надеюсь, что вот эта штука будет держаться Если она так легко сломалась То, наверное, она не такая надежная А на этих штуках, собственно Будет висеть весь мой домик Ну, короче, не знаю Надеюсь, что все будет хорошо Погнали сверлить новые отверстия Отверстие вроде как Самую малость расширил Надеюсь, сейчас будет чуть-чуть помягче Входить этот винт Или глухарь, как его называют Может, еще какие-то названия у этого винта есть Напишите их, короче, в комментарии Если знаете, как по-другому Называется эта штука Я буду называть винт по дереву Вот халепа, ребята Смотрите, этот еще меньше закрутил И он сломался Ужас Вроде, короче, отверстие раздолбал Немножко глубже И что с ним делать? Хрен его знает Короче, придется здесь какие-то еще подпорочки Ставить И Я не знаю, короче, как Ну ладно, давайте приступим пока что К другой Другая у нас, кстати, я уже Не помню, показывал или нет Ее ветром сдуло Она вот так висит в воздухе Потому что лежала на этой ступени Но с той стороны она прикручена Сейчас немножко ниже давайте спустимся Прям цирковой номер был Все Сейчас надо, кстати, спуститься будет вниз Взять уровень И по уровню это все дело Ну, на глаз можно, в принципе, и так выставить Ну, может, в принципе, и нафиг на этот уровень Все равно, как бы, идеально ровно не будет Землянка вообще без уровня строилась И достаточно неплохо получилось, как по мне Так, ребята, с этой стороны отверстие засверлил На большую половину чуть-чуть толще сверлом В принципе, и в таком диаметре Оно держалось хорошо, но Концовочку все равно тем, что потоньше Таким, как тут Закрутилась, в общем, эта штука Не сломалась, это хорошо Сейчас здесь по такой же технологии попробую Тоже вкрутить Надеюсь, что все получится И снизу надо будет какие-то вот Сюда такие, типа, стоечки снизу прикрутить Для того, чтобы более надежно эти балки держались Потому что вот это, ну, как-то не очень хорошо Когда вот эти винты ломаются На них все-таки будет, можно сказать, чуть ли не весь домик висеть Короче, сейчас без камеры доделаю все вот эти мелочи И потом уже перейдем к следующему этапу Так, ребята, сейчас нужно провернуть интересный трюк Учитывая, что я уже с веревкой Можно сказать, стал очень храбрым Сейчас нужно залезть на ту сторону Я не хочу очень вниз спускаться и карабкаться Я думаю, что я просто попытаюсь перепрыгнуть Не знаю, получится ли это Но давайте подурачимся немножко Ха-ха Ха-ха Ну что, в принципе, шалость удалась Сейчас, короче, нужно подожимать Вот эти болты здесь, не знаю почему Но в сосну намного проще они входят Ну что, ребята Я застрахован Вам, повторюсь, такого не стоит повторять Я застрахован, я привязан, я стою на ногах Я, в принципе, понимаю, что я делаю Давайте проверим надежность вот этих балок Блин, очень бездешно так балансировать Хоть и даже понимаешь, когда Что ты привязан Потому что все равно каким-то никаким Небольшим, ну, маятником можно влететь в дерево Все, в принципе, я уже Могу маневрировать между деревьями Это очень хорошо Так, ну все, балки прикручены Эту балку Потом надо будет усилить Пока я ее не усилю, буду продолжать со страховкой работать Хотя я, наверное, даже и спать в домике буду со страховкой На всякий случай Короче, что я скажу вам Вот эти балки Ну сейчас ладно, когда каркас сделаем, будем делать выводы Но мне кажется, они немножко тоненькие Надо было их в ширину более массивными брать И тогда было бы надежнее Ну ничего, если что, под домик еще сделаем какие-то подпорки В общем, сейчас надо две вот такие поперечины Прикрутить Собственно, вот они Ширина домика у меня будет 2 Вот эти балки 2.30 И сейчас на расстоянии 2 метра Мы прикрутим два вот таких вот уголка К ним будет остальная часть конструкции крепиться Думал изначально собирать всю конструкцию на земле Но потом подумал, что очень тяжело будет ее поднимать Потому что я когда два вот этих бревна поднимал Буксировочным тросом еще То было достаточно тяжело То есть если я весь каркас соберу Я, конечно, могу там и ролики нацепить, и машиной потянуть И еще что-то придумать Но реально зачем усложнять Я лучше там комфортно на веревочке со страховочкой Все это соберу, прикручу То, что можно прикрутить вот на мелкие, так сказать, частички моего каркаса Я сейчас сделаю это здесь Потому что как не крутить здесь, все-таки это делать проще Так, ну что, ребята, одна балка готова Решил вот это расстояние взять все-таки не 2 метра, а 1,90 Потому что, ну, 2 метра у меня так будет Буду вот так лежать Наверное, даже когда спать буду, то буду посередине лежать Так как, наверное, скорее всего, это самый такой сильный кусочек домика моего будет Потому что, ну, на самом деле На дереве строить домик, это такая себе немножко опасная затея Особенно, когда ты не строитель и не какой-то там инженер-проектировщик В общем, что, ребят А, так вот Взял 1,90 Для того, чтобы, если сейчас я там прикручу Эта диагональ будет, так сказать, завалена Или, как это правильно сказать То, короче, вот эта вагонка, что у меня там есть Которая на пол будет в машине, сейчас лежит 2 метра Ну, может не хватить И будут, как бы, такие, типа, щели по краю пола Чтобы этого не было, то пускай лучше тебе 10 сантиметров запаса будут А мне они, как бы, на домике особо большой роли не сыграют В общем, что, ребята Спускаемся сейчас вниз Готовим вторую такую же балку Поднимаем ее на ту сторону И крепим с той стороны Короче, все идет как по маслу Я уже даже реально сомневался, что сегодня закончу хотя бы эту серию Снимать, потому что я запланировал вот Вывесить каркас и положить пол Я думал, что не успею Ну, вроде пока успеваю Короче, шо Не знаю, будет ли оно так держаться Понятное дело, я сейчас во все вот эти отверстия Захреначу саморезы Возможно, надо будет здесь усилить еще какими-то пластинами Сверху было бы хорошо тоже усилить пластинами Но сверху не смогу, потому что сегодня уже там будет пол Или, в принципе, можно будет попробовать По одной дощечке с каждого краю оставить И в следующий раз, когда приду сюда, взять пластины и усилить Тогда оно надежнее будет держаться Хотя, там на самом деле такое количество саморезов Что, мне кажется, и так будет держаться Ну, посмотрим Короче, шо, ребят Докручиваю саморезы И будем дальше продолжать заниматься каркасом Еще надо будет по центру его где-то немножечко усилить Слушайте, прикольно так балдежно Вообще не переживаешь Висишь себе такой над пропастью Балдежи И солнышко светит Снег Вот вчера реально насыпало столько много снега А сегодня, походу, весь растает Потому что вчера минус сколько-то там было А сегодня уже плюс 9 Спускаться надо Ребят, это, честно, не постановочный кадр Просто решил такой, знаете, промежуточный момент заснять Как я вот наживляю вот эти уголки И упал шуруповерт Блин Так обидно Теперь за Шуриком надо спускаться вниз Как-то, собственно, так, ребята Это все дело выглядит С этой стороны вот так Тут вот так С той стороны еще не прикручивал Но сейчас прикручу И будет у нас вот такая вот Ой, давайте встанем Так Аккуратно Хоть привязанные, но все равно Летать не хочется Все-таки Не какой-то там космонавт Ну Как-то вот так, ребята Пока что получается Сейчас это все дело с тянем еще Чтобы оно такое более-менее монолитное было И начнем делать пол Вечереет Я уже, можно сказать, начал крыть пол Сейчас поднимаюсь наверх Поднимаю очередную пачку С собой Напольного покрытия Не знаю, как это правильно называется Пускай будет вагонком Опа Так Опа Тягиваем веревочку за собой Вылазим наверх Ну а теперь поднимаем Груз По одной пачке Достаточно легко, ребята Поднимать По две тяжеловато Поэтому, наверное, лучше Больше раз вверх-вниз Слажу Хоть уже устал, конечно Друзья Ну и еще раз хочу напомнить Про инвестиционную компанию Авалон Ссылочка на которую в описании Переходите, регистрируйтесь Зарабатывайте Ну что, ребята Такой вот промежуточный момент Камера полностью села В кармане случайно включилась И, короче, запись не шла Но, тем не менее Минут сорок была включена Короче, вот сегодня До вот этой линии дошью Вот здесь у меня, по идее Как будет люк Через который я буду залазить А вот эти боковушки Не знаю, может сегодня закончу Может уже другой раз Когда буду двери делать А чтобы двери делать Надо петли сделать В принципе Снимать телефоном И делать не совсем-то Хорошо получается И держалки Никакой под телефон нету Потому что, ну, в принципе Обычно на камеру снимаю Поэтому Короче, давайте, ладно Закончу И тогда уже попрощаемся Так, ну что, ребята Вам скажу В принципе Краш-тест Пройден Вот я по краю хожу Ну, конечно Пока подпорок нету Стремно немножко так делать Ну, шпехаться в этом домике Явно нельзя будет Поэтому Ну, пока что так Надеюсь, что это все будет Меньше шататься Меньше люфтить Какие-то распорки Растяжки Немножко подстрахуют Мой домик И он не так сильно будет качаться На этом, ребята Мой видеоролик подходит к концу Ой-ой, что-то упало Короче, вот так Вот это все выглядит Непривычно смотреть Короче, в это В айфон снимать Камера тут, короче А я смотрю на себя Получается, что я как будто В сторону смотрю Короче Что, ребята Ролик Может, зрелищным Супер не был Но я вам скажу Когда я строю Начинал землянку Вот первые ролики Они давались Супер-супер Максимально тяжело Потом уже было куда проще Когда уже Ну, какая-то основа была И ты от нее уже можешь плясать А вот эти реально первые шаги Это было так реально сложно Вот смотришь Вроде нифига не сделано На голимую лестницу Только даже Сколько времени ушло Хотя сейчас уже Когда все хорошо Я спокойно как обезьянка Перемещаюсь Тут уже, видите Даже могу По домику По полу домика ходить Короче На самом деле Не буду сильно жаловаться Просто я надеюсь Что вы сами все понимаете Поддержите меня лайком Подписывайтесь на канал Ребят, напишите обязательно комментарий Потому что Давненько роликов у меня не было И сейчас YouTube Может немножко плохо В рекомендации Выкидывать мои ролики Поэтому напишите Какой-то комментарий Чтобы больше взаимодействий С каналом было И Там колокольчики Все, короче Что хотите, то жмите Короче, с вами был, ребят Сергей Трейсер Всем до новых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok